Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы с вами как бы подведем итог рассмотрения всей структуры системы безопасности на фактически физическом уровне. То, что мы с вами и проделали в предыдущих занятиях. Все, что было сделано, надо как-то структурировать, потому что держать все это в голове, даже если вы и идеолог, и разработчик системы безопасности, и через какое-то время какие-то нюансы сотрутся. Вы можете спросить этого у программистов, которые пишут программы, что если они в программах не напишут достаточно много комментариев к тем или иным операторам, или блокам операторов под программой, почему они вызывают, то через какое-то время, если не отложат в сторону эту программу, вспомнить им будет достаточно сложно. Иногда даже бывает легче написать программу заново, чем обращаться к предыдущей версии. Так и тут происходит. Вроде все продумали, начинаем как-то это все воплощать. И вот тут стоп. Теперь садимся, подумаем, создаем документы, расписываем обязанности. И первое, что мы должны определиться, а какие, собственно, основные мероприятия-то мы должны проводить? И как, с какой периодичностью? Постоянно, разово, либо там раз квартал. То есть есть какая-то периодичность? Нет периодичности. Первое, мы должны разобраться с этим. Какие бывают мероприятия, как часто их надо проводить. Итак, давайте обратимся к этому. Сначала проведем классификацию, во-первых, всех мероприятий, которые нам надо проводить с нашей вычислительной техникой, со всей вычислительной системы. Итак, классы основных организационно-технических мероприятий по созданию и обеспечению функционирования комплексной системы защиты информации. Именно комплексной. Всегда говорю, вспоминайте лекции Вавилова. Первые лекции со студентами. Приходил, стояла бочка с водой, на каждой из дочечек было написано название того или иного минерала, который надо внести в почву для повышения ее плодородия. Если он подходил, выламывал одну из дочечек на какую-то величину, отверх там была немножко она подпилена, вода вытекала, он говорит, вот это запомните, с этого начинаем и наш разговор. Если хоть один компонент будет не в полной мере реализован, то и в целом вся система не будет реализована в полной мере. Так и здесь мы должны все учесть, все расписать и к этому потом обращаться в зависимости от периодичности проведения тех или иных мероприятий. Итак, классы основных мероприятий. Разовые мероприятия могут быть, мероприятия могут быть проводимые по необходимости, периодически проводимые мероприятия и постоянно проводимые мероприятия. И теперь давайте посмотрим уже более подробно каждый из этих классов. Итак, начнем с разовых мероприятий. Понятно, что разовые мероприятия, это раз их сделал и дальше это все функционирует. Итак, первое. Ну, создание научно-технических и металлогических основ защиты компьютерной системы, то есть концепции других руководящих документов. Ну, достаточно громко сказано, да, научно-технических и металлогических основ. Они, в принципе, существуют, и мы об этом с вами уже говорили. Но вы должны, что здесь уяснить, что руководящие документы среди разовых мероприятий, начинаем с руководящих документов. Но сначала расписываем, какие должны быть документы, что в них должно быть включено. Это действительно разовые мероприятия. Мы их создаем, утверждаем и на их основании уже дальше работаем по воплощению этой комплексной системы безопасности в жизнь на нашей фирме, нашем офисе. И даже если у нас есть ценная информация, непосредственно на нашем компьютере, не говорю, что там будут руководящие документы, но если у вас это малые офисы, есть несколько людей, то хотя бы расписать, к чему можно прикасаться, к чему нельзя прикасаться. Что можно делать, что нельзя, когда можно и когда нельзя по времени. Другие. Дальше, опять же, разовые мероприятия. Достаточно большой раздел. Мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и оборудовании вычислительных центров и других объектов компьютерной системы. Вычислительный центр, неважно, у нас стоит там 5 компьютеров, это наш вычислительный центр. У нас появился сервер, это наш вычислительный центр. Это не значит, что у нас серверная ферма, где там ячейка 100 серверов. 10 на 10 серверов, и дальше пошли это ячейки. И если вычислительный центр, для кого он вычислительный? Для нашей фирмы вычислительный центр может оказаться просто выделенный компьютер. И мы должны беспокоиться о безопасности информации на нем. Вот мероприятие при проектировании и строительстве. Не обязательно мы строим свое здание, но мы заселяемся в существующее здание, поэтому мы заранее должны обеспокоиться об оборудовании вычислительных центров. То есть то, что я говорил, буквально начинаем с нелинейного локатора. Начинаем с проверки всех помещений, начинаем с проверки силовой системы, водопровода. Все, что входит в наши помещения, мы проверяем все, чтобы было именно то, что есть в плане, ничего лишнего. А то, что было, было качественно. И мы могли быть спокойны, что это работает именно так, как заложено в проекте. То есть проверяем всех, кто был в этом помещении, кто был собственником этого помещения с самого начала создания этого здания, строительства этого здания. Проверяем все, чтобы ничего лишнего не оказалось. Все было так, как мы задумали. Что еще? Исключение возможности вот тайного проникновения помещения. Это не значит, что кто-то будет скрывать ваши двери. Еще раз напоминаю, тайное проникновение в ваше помещение – это кусок обрезанной водопроводной трубы в стене, на которой накладывается электромагнитное излучение. Не заметили этот кусок трубы? Ваш противник заметит. И с этого куска трубы будете снимать, как с антенны, информацию из помещения. Пускай она будет некачественная, но он найдет еще тогда уязвимое место. Если вы это пропустили, дверяка что-то и в воздуховоде вы пропустили. Оттуда еще кусочек информации. А потом его аналитики посидят, подумают, сложат эту мозаику из маленьких разрозненных кусочков и получат достоверную информацию о вашей фирме, о разрабатываемой продукции. Поэтому ничего не упускаем, все анализируем и создаем, опять же, защищенное помещение. Вот это как раз тайное проникновение помещения – установка послушивающей аппаратуры. То есть, опять же, смотрим, чтобы не было возможности установить, не было каких-то внешних розеток. Потому что зачастую вот это видишь, что есть и в помещениях розетки для подключения то ли пылесосов, то ли моющего оборудования для персонала уже вспомогательного, тот, кто убирает там по вечерам. Снаружи стоят розетки. Эти розетки же по силовой линии подключены, имеют связь с розетками, которые входят именно в помещения, где работает компьютерная техника. Ничего не стоит, очень быстро. Даже когда мы с вами рассматривали оптоволоконные линии, мы там говорили, секунды уходят. Там 30 секунд, чтобы подключиться к оптоволокну, даже приварить другое оптоволокно, либо склеить параллельно еще одно оптоволокно. Секунды, десятки секунд. Сколько, как вы думаете, если просто на существующую розетку сверху надеть? Вот приблизительно то же самое, что делают в банкоматах, когда пытаются похитить ваш пин-код. Когда вставляют непосредственно приемное устройство, еще одно устройство. То же самое, в розетку вставляем еще одну розетку, но это уже есть устройство, которое начинает прослушивать силовую линию, одновременно от нее запитываясь, и передает потом информацию совершенно по другому протоколу, по этой же силовой линии, скажем, метров на 50. А там стоит приемник. Поэтому вот такого не должно быть. То есть это не обязательно силовое проникновение, это просто ваш недосмотр, и появляются окна выязвимости. Мероприятия тоже разовые мероприятия. Мероприятия осуществляемые при проектировании, разработке и вводе в эксплуатацию технических средств и программного обеспечения. Технические средства вашей компьютерной системы и программные средства вашей компьютерной системы. Вы должны быть уверены, что то оборудование, которое поставляется, это, собственно, только оборудование и больше ничего. Именно с теми функциями, которые в него должны быть изначально заложены. Ну, почему я говорю так достаточно подробно об этом? Что зачастую появляются в материнских платах дополнительные микросхемы. Вдруг появляется какой-то порт вывода, который обычный пользователь даже может не понять для чего, и нет у него никакого внешнего устройства подключения к этому порту. Ну, видит какой-то прямоугольничек, попытается, там USB не подходит. Взял от телефона, не подходит разъем. Ну, бывает там у Nokia и других фирмах, бывают там еще кабели для подключения телефона, видеокамеру тоже не подходит. Ну, думает, ну, какой-то новый гаджет, видимо, разработан, ладно, потом поищу. А на самом деле это просто под обычный порт сделано, не под обычный какой-то очень уникальный порт по своей конструкции внешней, а это антенны излучающие. Такое тоже может быть. Поэтому, когда приобретаете оборудование, вы должны быть уверены в поставщике, который вам предоставляет оборудование. И обязательно, особенно если это большая партия оборудования, и у вас действительно ценное производство, ценная информация, вы должны прогнать, протестировать это оборудование. Опять же, можете отдать на аутсорсинг фирме, которая зарекомендована, имеет сертификат по безопасности, чтобы они проверили это оборудование, что нет побочных дополнительных электромагнитных излучений, чем те, которые записаны. Плюс нормально собрано это оборудование, что даже если нет дополнительных побочных электромагнитных излучений, то собственные побочные электромагнитные излучения не больше, чем записано в паспорте. То есть это не значит, что ваш системный блок устойчиво выдает электромагнитные излучения метров на 20. Вот этого быть не должно. Вы помните, что когда мы разговаривали, говорили о том, что вставляются системы подавления этих побочных электромагнитных излучений, вы помните, на каком расстоянии даже на одно рабочее место специальная плата вставляется в компьютер, радиус где-то 2 метра. Да, можно поставить еще типа устройства типа ГРОМ, который там закроет у вас почти всю рабочую зону, там, допустим, метров 10 на 10. Это уже такое коллективное устройство подавления побочных электромагнитных излучений. А тут, значит, собственно, вот оборудование, которое стоит, не должно давать мощного всплеска в пространство. Это вот когда вы должны, то, что мы говорим, разовыми предприятиями проверять. Плюс программное обеспечение. Опять же, программы ставятся на специальные тестирующие устройства, которые прогоняют их в ускоренном темпе, проверяют, нет ли потом сброса в интернет, не спровоцировано. То есть вы не заказываете пересылку удаленному пользователю информации, а вдруг получается, что пошел сброс по конкретному IP-адресу. Проверка эта тоже должна быть всего программного обеспечения. И что программное обеспечение, ну, немножко мы отклоняемся от физических основ, что программное обеспечение адекватно работает. То есть дважды два есть четыре, а не в сложных вычислениях дважды два есть семнадцать. Такое тоже может заложено быть, если вы покупаете у стороннего производителя нефирменное оборудование, нефирменные программы, а зачастую программы, которые идут без электронной подписи. Но это уже вы берете ответственность на себя. То есть могут быть включены в программный код дополнительные операторы, которые просто обычные альфметические операции приводят к тому, что в больших системах, допустим, вот почему я всегда и говорю, когда закупается программное обеспечение, там, где нельзя визуально проверить, допустим, расчет, ну, к примеру, расчет крыла самолета. Вы всегда можете гарантировать, вот просто посмотреть, как расчетчик, там, всплески по напряжениям, как они идут. Это действительно так происходит в этой конструкции, либо это привнесено, если вы используете нелицензионную программу для расчета. Ну, это как пример. Поэтому всегда лицензионная и всегда проверенная. Дальше идем. По разовым мероприятиям. Приведение спецпроверок всех применяемых в компьютерной системе средств вычислительной техники. И проведение мероприятий по защите информации от утечки по каналам побочных, термогнитных излучений и наводок. Спецпроверки – да, потому что, может быть, привнесены, уже все было нормально, с программами было нормально, с компьютерами было все нормально. Но оказалось, что в процессе работы добавлялись другие программы, были выходы в интернет, закачка какой-то информации. И, возможно, появились программы, которые внешне себя никак не проявляют, не ухудшают работу вашей компьютерной системы. Но периодически они делают такую перезапись, допустим, баз данных. И в момент перезаписи их на диск идет достаточно мощное электромагнитное излучение. Потом эти программы такие шпионы стирают эту копию базы данных, но в момент ее перезаписи где-то работает приемная антенна и считывает информацию с вашего компьютера. Поэтому такие еще спецпроверки нужны, чтобы выборочно, возможно, проверять оборудование на местах. Ну и опять же, электромагнитное, побочное электромагнитное излучение и наводки. Опять же, проверять уровень, не изменился ли уровень этих наводок. Со временем может по-другому работать изоляция в вашей системе, в том числе экранирование кабелей. Со временем, может быть, что-то ухудшится, не заметили, наступили где-то на этот кабель, он где-то был не полностью заделан, допустим, в кабеле провод. Вот где-то провисал случайно, может быть, та же самая уборщица, когда убирала помещение, задела, в этом мире отошел кабель, излучение стало совершенно другого порядка. Не как 0,6 миллиметра в 5е экранированной кабельной системе, а уже дернуло, там немножко отошло, совершенно другой уровень излучения, как в ней экранированной, а то и того больше. То есть спецпроверки такие должны быть через определенные промежутки времени, но тоже относится, прописание этих спецпроверок относится к разовым предприятиям. Их раз прописали, не так, чтобы вдруг подумали, а давайте-ка мы сегодня проведем спецпроверку. Нет, она у вас прописана. Через сколько дней в какие помещения вы будете приходить со спецпроверкой и осуществлять вот такие замеры. И проверять в том числе и программное обеспечение тоже. К разовым мероприятиям разработка и утверждение уже функциональных обязанностей должностных лиц службы компьютерной безопасности. Кто за что отвечает? Служба безопасности у вас должна быть иерархическая. Она отвечает, разные подразделения этой службы отвечают за разные объекты вычислительной техники у вас на предприятии, в офисе. Поэтому они специализируются, естественно, что кто-то специализируется непосредственно на электронной технике, кто-то на программном обеспечении, кто-то специализируется на компьютерных сетях. И тут разные могут быть специалисты, потому что где-то вы используете, возможно, лазерное излучение для передачи информации, где-то вы просто обычный Wi-Fi используете, где-то используете, опять же, оптоволокно. И, может быть, шестую категорию кабельных сетей. Поэтому не может быть один человек у вас отвечать за все. У вас отдельные люди отвечают за свой участок в этой системе, информационной системе. И все черт, ее безопасно. Внесение необходимых изменений и дополнений во все инвестиционно-распорядительные документы. Такие, как положение о подразделениях. Ну, конечно, развивается фирма, она изменяется, поэтому надо вносить эти, хотя они есть разовые мероприятия, но, тем не менее, вы должны понимать, что такие изменения в документы должны вноситься. Обязанности должностных лиц в зависимости от изменения структуры вычислительной техники на вашем предприятии, не только структуры вычислительной техники, но, допустим, и той техники, которая подключена к компьютерам, а, может быть, и управляется при помощи компьютеров, вы тоже должны это все отслеживать в зависимости от изменения на рынке. Если вы, допустим, переориентируетесь на выпуск другой продукции, тут же должны появляться другие должностные инструкции. Идем дальше. Тоже разовые мероприятия. Юридических документов. Да. Приказы, договоры, распоряжения руководства и организации. То есть здесь должно быть все прописано именно с позицией того законодательства, которое действует в России, в том числе в области и защиты информации, что можно делать, что нельзя. Потому что вплоть до слежки и прослушивания, ну, это незаконно, что если вы там начнете ставить жучки в квартирах своих сотрудников. Это неприемлемо. Вот. Поэтому, с другой стороны, ваши сотрудники должны быть уверены, что уже юридически прописаны все их обязанности, что можно делать, что нельзя делать. Они, если будут двигаться именно в этом русле, они всегда знают, что никаких санкций против них, по имени, но не будет. И они, в том числе, вторая сторона медали, они не нанесут ущерб своей фирме. Разовые мероприятия. Определение порядка назначения, изменения, утверждения и предоставления конкретным должностным лицам необходимых полномочий по доступу к ресурсам системы. Тоже мы этого касались. То есть, ваши сотрудники должны обладать соответствующей квалификацией со следующими навыками, и вот они должны выполнять только те задания, которые соответствуют их квалификациям. С другой стороны, эти сотрудники, какие бы руководящие должности они не занимали, никогда не должны руководить теми сотрудниками, которые не относятся к их подразделению. И, допустим, если ты специалист в области, скажем, наборов микросхем на маратеринской плате, вот ты разбираешься в этом, то будь добр, не руководи теми сотрудниками, которые назначают доступ, права доступа пользователей в базе данных, допустим, Oracle или CBDXS. Там свои специалисты, и даже если они тебе подчинены, потому что, ну, один отдел, то их руководитель сектора сам будет разбираться со своими подчинениями. Об этом мы говорили в свое время, что каждый должен заниматься исключительно своими обязанностями и никогда не должен руководить теми подразделениями, которые непосредственно не относятся к его профессиональной деятельности. Мероприятие по созданию системы защиты компьютерной системы и созданию инфраструктуры. Это тоже разовое мероприятие. Теперь мероприятие по разработке правил управления доступом к ресурсам системы. А какие же это именно правила? Это определение перечня задач, решаемых структурными подразделениями организации с использованием компьютерной техники, а также используемых при их решении режимов обработки и доступа к данным. Ну, частично мы об этом сейчас уже с вами сказали, то есть именно конкретные уже перечни задач должны быть определены, то есть какие задачи мы решаем. Вот эти задачи, для этих задач определена вот эта техника. Вот именно для этих задач эта техника с ее уровнем безопасности именно в тех помещениях, где она стоит, а не где мы захотим, где нам удобно. Удаленный доступ, едем домой, ставим ноутбук, подключаемся по сети интернет, ну там через Wi-Fi оказывается недостаточно защищенный. Провайдер в принципе должен обеспечивать защиту, но и специалистов не хватает, да и не всегда провайдер об этом думает, как поставить наиболее защищенные алгоритмы, то есть которые там шифруют информацию. Защищенные сети, скорее всего, будут делать более рациональную систему, как можно меньше вкладывать в нее средств. Возможно, будет только поддерживать производительность сети. Поэтому конкретные задачи и где их в какое время, еще какое время, суток их можно выполнять и в каких помещениях. Это тоже разовое мероприятие, и это прописывается, когда вы получаете доступ к этим задачам и где вы будете их решать. Определение перечня файлов и баз данных, содержащих сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну. Но это уже полномочия и права доступа пользователей к тем или иным файлам, к тем или иным базам. Это администраторы. Администраторы сети, администраторы баз данных, администраторы информационной системы. Даже если у вас небольшая фирма, вся информационная система у вас присутствует, у вас есть личные данные ваших сотрудников, которые надо защищать. У вас есть договоры с компаниями, где указаны конкретные параметры договоров, какую продукцию, по какой стоимости, ваши поставщики, контрагенты. Это тоже надо сохранять, чтобы просто не было перехвата. И потом различные рейдерские захваты идут тоже на основании того, что проанализированы документы, в том числе и уставные. То, что это все сейчас сохранится в том числе в электронном виде, ни для кого не секрет, это тоже надо сохранять. Поэтому этими как раз занимаются правами доступа администраторы по своим направлениям. Кто-то занимается непосредственно администрированием электронной части, кто-то администрированием программной части, прикладной, либо не только прикладной программной части, но, допустим, если вы там создаете дополнительные программы, то и инструментальные. То есть каким там, Паскалю, Фортрану, Делфи, каким системам имеет доступ тот или иной человек. Потому что он эти же системы может использовать для вскрытия тех или иных файлов. Вероятные угрозы. Да, вы должны их просчитать. Вероятные угрозы, кто интересоваться будет данной информацией. И, в принципе, тут довольно-таки многоярусная система защиты идет уязвимых мест процесса обработки информации, вплоть до того, что в службе безопасности составляются так называемые красные линии. Это непосредственно те коридоры в зданиях, помещения, через которые может пройти посторонний человек, записывающий аппаратурой, находиться там какое-то время, может быть, по совершенно внешне безобидному вопросу. Но он просто там находится, задает этот вопрос, какое-то время ваш сотрудник отвечает, а у него просто носимое оборудование, которое считывает информацию из пространства. Самые эти побочные электромагнитные излучения плюс может, в принципе, записывать информацию, уходящую по беспроводной сети. Вот. Поэтому вот эти уязвимые все места просматриваются, где стоят коммутаторы, маршрутизаторы, коммуникационное все оборудование, в защищенных местах нет, не получилось, где-то вынесены защищенные территории. Значит, здесь мы ставим камеры видеонаблюдения, кто проходит, кто очень часто проходит, почему он там задерживается. То есть это тоже надо наблюдать, отслеживать все в вашей компании. И говорю, поэтому просто прочерчиваются эти наиболее уязвимые линии, то есть каналы, по которым может уходить информация, и их уже начинают дополнительно контролировать. Как с позиции уже непосредственно человеческого фактора проходят люди, там, командировочные еще кто-то, так и с позиции уже непосредственно оборудования. Тоже где наиболее уязвимы по электромагнитным излучениям, по внешнему воздействию на систему. Заранее уже известно, и действительно цветовую окраску делают прямо на планах, поэтажных планах зданий. Дальше. Пропускной режим. Пропускной режим, надежный пропускной режим. Но здесь мы не будем углубляться, как он организуется там. Можно дателоскопию, можно по сетчатке глаза. То есть убрать опять человеческий фактор, что нельзя подкупить того служащего, который стоит на пропуске в помещение или пропуске в здание. Пожалуйста, ставьте технику, если не доверяете своей, допустим, даже в неведомственной охране. Применяйте технические средства и на этой стадии защиты информации. Определение порядка учета, выдачи, использования и хранения съемных магнитных носителей. Информация, держащих эталонные резервные копии программ и массивов информации, архивные данные и тому подобное. Значит, кто может вообще иметь доступ? То есть у вас, ну если это нормально организованный процесс обмена информацией, то у вас стоит там, допустим, пускай даже один сервер, но у вас к серверу подключены накопители информации. Хранилища информации сетевые или не сетевые. Могут быть сетевые, когда к ним подключается по сети еще ряд компьютеров. И там прямо несколько дисков, допустим, несколько терабайтных, двухтерабайтных, там 4 диска двухтерабайтных или там 5 двухтерабайтных. И такие хранилища подключены. Кто имеет право через какое-то время снимать эти носители, вставлять там новые, вышел на строй, не вышел, просто сменились задачи, и надо заменить одну базу данных на другую, чтобы не стирать, а просто вынимается один носитель, вставляется другой. Причем может быть, так сказать, режим горячей замены, когда ничто не отключается, просто отключается только один дисковый привод, вынимается диск, вставляется другой, снова запускается, система вся эта работает. Там всякие массивы, может, вам это ни о чем не будет говорить, но такие, например, очень популярные, как RAID 5 массив, который подразумевает, что у вас там достаточно хорошо защищенный накопитель информации на, скажем, 4 дисках. Вот кто имеет право? В какое время? Это тоже разовое предприятие. Сразу все это прописывается и знают, кто допущен, как часто меняется, по какой причине меняются эти носители, где они будут храниться, кто будет отвечать за их хранение. А не так, что положили, где-то на столе лежит. Кто последний раз брал? Почему он здесь на столе лежит, там в серверной? Кто туда имеет доступ? В чем-то она имеет доступ гораздо больший круг лиц, чем только те, которые могут прикасаться к этому диску. В том числе могут приходить туда, допустим, электрики, проверять состояние силовой сети, как колеблется показание по напряжению, допустим. Ну, сила тока, ладно, напряжение там 220 вольт начинает скакать, уходит там к 190, а они вообще не могут прикасаться к этим дискам, а если эти диски лежат, а если была подмена, кто вынес? Поэтому все очень четко расписываете. Организация учета, хранение, использование и уничтожение документов и носителей с закрытой информацией. Вспоминайте тот урок, на котором мы об этом говорили. То есть просто нашинковать какой-то листочек бумаги на том или ином приспособлении, да, просто вертикальные такие полоски, это уже не подходит. Даже если вы сделаете квадратиками, то есть двойное, там идет шинкование вертикальное, горизонтальное, вот, то, я приводил пример, что есть уже целые подразделения в Германии, которые восстанавливают архив штази, которые не успели уничтожить просто, когда менялся строй в ГДР, и хоть там все порвано, лежат эти мешки, и они целеустремленно все это восстанавливают. Просто сканеры пробегают по этим кусочкам, смотрят, анализируют цвет чернил, анализируют цвет даже самого носителя, то есть на каком там сервисе создавалось что, цвет бумаги, и потом это всю мозаику потихоньку сортирует у них компьютер и восстанавливает листочек за листочком. Поэтому я говорил, ну, если уж совсем вам нужен надежный способ, порезали, дальше сожгите. И приводил пример, что в нормальных режимных предприятиях всегда находятся помещения, которые мы называли в свое время крематорием, куда привозили все документы, которые шли под списание, все, там они сжигались, ничего не резалось, не превращалось в какую-то там вот эти кусочки рваной бумаги, нет, все сжигалось, поэтому если у вас есть строгая инфициальная информация, которую надо со временем по какой-то причине уничтожить, документы, которые надо уничтожить, чтобы даже в архивном варианте они уже не встречались, сжигать. Якие шредеры вам не помогут. 36 дней. Еще раз привожу листочек бумаги, который нарезан на квадратики, через 36 дней восстанавливается даже, если он был потом помещен, вот в мешок, точно с такими же квадратиками, нарезанных других листочек. И потом был просто выброшен в контейнер мусорный. 36 дней восстановления такого листочка. Идем дальше, по разовым мероприятиям. Определение порядка проектирования, разработки, отладки, модификации, приобретения, специсследования, приема и эксплуатации, хранения и контроля целостности программных продуктов. Но об этом я уже говорил, что все программные продукты, то есть всю, от того, как он появился у вас на фирме, до того, как вы его уничтожаете. Вот цикл жизни программного продукта должен быть весь прописан. Вот весь цикл от появления до уничтожения, кто, когда, что делает с этим программным продуктом. Кто приобретает, для кого приобрели, кто эксплуатирует, когда эксплуатирует, на сколько лет приобретен этот продукт, после этого его снимают с эксплуатации, как будем уничтожать этот диск, на котором он находился. Либо специальные программы по очистке диска запускаем, либо также диск подвигаем термообработке. Все, чтобы остался кусок пластика с каким-то нанесенным сверху вкраплениями металла, эфиромагнитного покрытия. Дальше идем. Разовые все еще идут мероприятия. Установление порядка, обновление используемых версий и установки новых системных и прикладных программ на рабочих местах защищенной системы. Чтобы не ваш пользователь сам искал, где новая версия, сам ее поставил. Нет, вы проверяете, какую версию можно поставить. И это в разных мероприятиях прописано. Какие программы, каких фирм, если идут обновления, мы их ставим. А какие программы, каких фирм, хоть мы их приобрели, если идут обновления, мы их все равно не ставим, а работаем на прежних. По какой причине это другой разговор. Это все расписывается. Кто может установить эту программу на этот компьютер? Что сам пользователь, который работает на этой машине, либо администратор устанавливает. Как устанавливает? Принес свою флешечку, вставил и установил? Это уже опыт мы знаем, который был в Иране. Когда установили свою флешечку, а потом у них чуть всеядерная программа. Мирная ядерная программа не прекратила свое существование. Поэтому, кто администратор проверяет версию этого программного обеспечения, чтобы ни вирусов, ничего там не было, и он за это отвечает. И после этого по сети сервера он устанавливает нужные версии программного обеспечения на конкретные компьютеры. Они всем рассылают все подряд. Это тоже в разовых мероприятиях. Очень четко прописано, откуда появляются новые версии, кто их проверяет и кто тиражирует. Разовые мероприятия дальше. Это создание отделов или служб компьютерной безопасности. А в случае небольших организаций подразделено значение нештатных, ответственных, осуществляющих единое руководство. Организация и контроль за соблюдением всеми категориями должностных лиц требований по обеспечению безопасности программно-инферационных ресурсов автоматизированной системы, допустим, как автоматизированная система обработки информации. В принципе, сейчас все системы, они в том или ином мере автоматизированы. Потому что не вручную мы обрабатываем информацию. Даже если мы используем обычные поисковые системы, того же Яндекса, Гугла, уже автоматизируем хотя бы контекстный пульс. Потом мы можем еще углубить этот поиск. Там есть условия, которые мы можем расставить, еще сократить количество страниц. Это уже все идет автоматизацией. Гипертекст – это автоматизация, а не пролистывание каждой странички и поиска нового документа. Поэтому здесь либо отделы, либо нештатные данные. Если у вас там три машины и у вас семь сотрудников всего в фирме, конечно, кому-то вы говорите, а вот ты отвечаешь за безопасность, ты отвечаешь за установку программного обеспечения, ты отвечаешь за наблюдением за тем, чтобы техника работала в нормальном режиме. Если видишь, что что-то происходит не то, это не значит, что сам должен лезть под кожу, допустим, системного блока. У вас уже известный специалист, опять же, аутсорсинг, то есть извне, который приедет быстро, там в течение часа приедет, протестирует машину, если вы заметили, но вы не постоянно дергаете этого специалиста, которому надо будет платить отдельно, а именно ваш штатный сотрудник наблюдает именно за тем, как функционирует. Если у одного происходит постоянное зависание, не связанное с программным обеспечением, а что-то медленно начинает, скорее всего, начинает сыпаться диск, или что-то с контроллером происходит, вот тогда он приглашает этого сотрудника, он приезжает, проверяет, что происходит с машиной. То есть это должно быть расписано тоже разово, кто у вас отдельный человек назначен, либо что отдельные подразделения, службы, в зависимости от размера вашей фирмы. Необходимых регулярно проводимых превентивных мер и оперативных действий персонала по обеспечению непрерывной работы и восстановлению вычислительного процесса автоматизированной системы. Ну и различные критические ситуации, которые там возникают, вы тоже должны отслеживать. То есть тестировать должны такие превентивные меры, но превентивные эти меры и оперативные меры, которые должны применяться к вашей вычислительной системе, тоже должны расписаны быть, когда они будут делаться. То есть не так, что человек работает, в это время у него идет сложный расчет, и вот время приходит, говорит, стоп, останавливай все, а мы сейчас будем смотреть, что у тебя тут на компьютере. Ни в коем случае такого не делать, то есть определенные, да, превентивные пришли, сразу проверили, но не носить ущерб собственной же работе. Это все разовые мероприятия. Теперь мероприятия, проводимые по необходимости, но в случае организационно-штатных изменений в автоматизированной системе. Значит, необходимость. Я уже говорил, что организационно-штатные изменения в автоматизированной системе. Здесь варианты. Меняется у вас оборудование, ну, это относительно планово. Хотя вы можете выходить из строя, не ожидали. На гарантийный ремонт отправили один компьютер, другой поставили, при этом надо зачистить тот, который на гарантийный ремонт отправляется, чтобы никакая информация не ушла. Принимаете новый, надо проверить, поставить. Хуже вариант, то, что я говорил, когда у вас начинается текучесть кадров по тем или иным причинам, либо, вот то, что я говорил, профессионограмма нарушена, люди начинают заниматься не совсем своим делом, либо не отслеживается состояние рынка труда, в том числе, что происходит вокруг вашей фирмы, именно в вашей профессиональной области. И люди начинают уходить на другие фирмы. Самое, я говорил, страшное для вас будет. Да, руководящие специалисты уйдут, они тоже с собой, хотя бы там различные документы подписывали, а не разглашение, что он не может то, что он наработал, допустим, применить на другую фирму без разрешения вашего руководства. Тем не менее, он, может быть, и не придет с готовым программным кодом, но он придет с теми мыслями, которые у него есть в голове, с теми решениями, которые он уже применял на вашей фирме, и та фирма, которая его переманила, она не будет тратить время на, вот снова, прохождение всех этих этапов. Этот сотрудник сразу начнет снова прописывать программный код уже с готовыми решениями, безошибочными решениями, сократить достаточно много времени вашему конкуренту. Хуже будет дело, если еще уйдет сотрудник в службу безопасности, особенно из руководящего звена, тогда надо менять очень много, вплоть до расстановки оборудования, которое и проводит, допустим, зашумление, проводит экранирование и так далее. Даже менять, возможно, наиболее ценные оборудования, на котором проводятся наиболее ценные, опять же, эксперименты, возможно, расчеты, какие-то базы данных, возможно, придется переносить даже эти компьютеры в другие помещения, потому что ваш противник будет работать по конкретным помещениям. И если этот сотрудник службы безопасности ушел в другую фирму, ну, кто знает, как сложится ситуация, возможно, порядочный человек, он не расскажет секреты, но, тем не менее, как-то смогут выяснить хотя бы приблизительно, где находятся наиболее ценные объекты этой фирмы. Поэтому, когда уходит сотрудник службы безопасности, какой бы он ни был честный, зная, что он порядочный человек, все равно начинаются достаточно большие перестановки как внутри службы безопасности, так и в расстановке средств, которые помогают закрыть вашу информацию, не выпустить ее во внешний мир. Поэтому на это надо обращать особое внимание. Дальше. Мероприятия, осуществляемые при ремонте и модификации оборудования и программного обеспечения. Обязательно. Вы должны быть уверены, что в случае отключения вашего оборудования от сети, в чем-то от силовой сети, когда надо провести действительно, ну, буквально пропылесосить. Периодически надо и пропылесосить, потому что все равно фильтры забиваются, сменить фильтры, надо обесточить оборудование. Что происходит с обесточенным оборудованием? У вас в этот момент не работают датчики, которые показывают, что не было прикосновения, физического прикосновения к оборудованию, потому что они тоже обесточены. Потом, не под, коли вы не можете контролировать, прикасался кто-то или нет, поставили ли какое-нибудь дополнительное оборудование в вашу технику, нет. Поэтому вы должны опять же, вот, в мероприятиях, проводимых по необходимости уже, расписать, что в случае, если проводятся регламентные работы на таком-то, таком-то оборудовании, к нему допускается только перечень соответствующих сотрудников. И там расписываются, какие сотрудники, в каких случаях проводятся эти мероприятия, как там огораживается территория, когда стоит отключенное оборудование. Это тоже надо все учесть, что никто посторонний не может. И когда оно отключается, допустим, барьерами, сеткой, огораживается это все, опечатывается. И только под наблюдением служеб безопасности, когда работают веб-камеры, либо находятся сотрудники безопасности, вскрываются тепломбы, и те люди, которые допущены, которые есть там в журналах по допуску, заходят туда и работают с обесточенным оборудованием. Потом эта система снова запускается, ее проверяют на работопригодность, и дальше проверяют, чтобы не было никаких закладных устройств все равно. То есть, для этого надо тоже смотреть, как себя ведет оборудование в случае его и отключения. Что еще? Расстановки кадров, это я уже говорил, подборка, расстановка кадров, это очень ответственный момент, все должны быть на своих местах. Даже больше здесь я говорить ничего и не буду. Если будут, еще раз говорю, если подчиненные вашей фирме будут большими профессионалами в данной области, чем руководители их подразделения, ничего хорошего из этого не получится. Всегда все должны быть на своем месте. Дальше идем. периодически проводимые мероприятия, то, что называется плановые. Распределение реквизитов, разграничение доступа, таких как пароли, ключи, шифрование и тому подобное, это все на администраторов. Соответствующие администраторы отвечают за... Причем это плановые мероприятия, у вас не может быть ключ, один раз выданный на тысячу лет, вперед, и у вас не может пароль быть один, который у вас уже пять лет. Система либо сама будет менять пароль, в этом случае она сменила пароль, а вы должны подойти к администратору, и он выдаст тот пароль, который назначила система, либо администратор вам назначает. Другой, есть, конечно, вариант, что вам разрешат самому менять там раз в 20 дней, допустим, пароль. Но это в зависимости от политики безопасности на вашей фирме. анализ системных журналов, что происходит с системой, какие были записи, по обнаруженным нарушениям правилам работы. То есть, все, что не укладывается в стандартный режим работы системы, записывается в эти системные журналы, и дальше анализируется, почему это произошло. Это связано с тем, что проходил воздушный фронт над городом, то, что была магнитная буря, или это связано с тем, что есть внешнее воздействие на систему в виде какого-то излучения, и какие-то отдельные участки системы начинают сбоить. Это тоже может быть, кстати, признаком, даже если ваша система, служба безопасности как-то это прозевала, начинает сбоить то или иное устройство, это возможно, что идет высокочастотное облучение этого устройства, либо соседнего устройства. Смотрите, где это, это везде. Потом вы смотрите, что эти микросхемы, оказывается, находятся в разных компьютерах, в разных, не обязательно компьютерах, платах, которые встроены в какое-то оборудование, то почему-то в соседней комнате ничего не сбоит, в этой сбоит, в следующей смотрим, что в этой комнате, какая продукция производится. Продукция в том числе может быть программная, может быть просто замеры какие-то проводятся, химические анализы и так далее, ну все что угодно может быть. Почему это происходит? Есть ли одна и та же силовая сеть, есть ли типовые помещения, есть ли одна и та же квалификация сотрудников у вас? Проверяете все это и выявляете причину. Возможно, что это есть уже воздействие вашего визави на вашу фирму. Теперь смотрим дальше. Тоже периодически проводимые мероприятия, плановые, это просмотр, плавя и разгорячение доступа пользователей к информации в организации. Но еще раз напомним это, что администраторы за этим должны очень скрупулезно следить. И, кстати, смотреть, где находится пользователь. хоть ему и разгорячены правила, что он может, какие права у него, допуск и до чего есть. Иногда пользователи начинают выходить за эти границы, просто им что-то интересно, а что там делает еще кто-то. И система просто отслеживает это. Раз был вход туда, куда его система не пустила. Она написала, что у вас нет допуска. Но это не просто одно окошко, которое высветилось на экране. Одновременно это пишется в системный журнал, что такой-то пользователь такое-то время предпринял попытку войти не в область своего допуска. Проходит какое-то время, он еще куда-то попытался. Опять система. И когда набирается определенное уже количество таких вот попыток, служеб безопасности начинает анализировать, что это, почему это происходит. Это целенаправленные попытки, не целенаправленные. То и то нехорошо, если целенаправленные. Это отдельный разговор, не целенаправленные может быть достаточно дисциплинарного воздействия на данного сотрудника. И все это пройдет. То есть это все должно тоже ослеживаться, и за этим должен следить администратор. Анализ состояния и оценки эффективности мер и применяемых средств защиты с привлечения их сторонних специалистов. Я уже говорил, что очень многие устройства, которые мы используем для защиты информации, стоят там и 800 тысяч, и миллион, и полтора миллиона. И специалисты достаточно дороги в своей зарплате, поэтому это аутсорсинг. В конкретное время конкретный специалист и оборудование заказывается только буквально, ну не то, что это лизинг, но просто в заказе специалиста с оборудованием, который проверяет вашу систему. Это вам обойдется гораздо дешевле. Итак, собрав всю систему, в дальнейшем надо очень четко и планово отслеживать, как она работает. На этом наш урок завершен. благодарю за внимание. До свидания. До свидания.